Недавно отчет о принудительном труде уйгуров практически во всех цепочках поставок ведущих мировых автомобильных компаний привлек внимание финансового комитета Сената США. Автомобиль Ньюс сообщает, что финансовый комитет Сената США написал письма автопроизводителям, таким как Тесла, Форд и Хонда, с просьбой ответить на вопросы об их соглашениях с китайскими цепочками поставок. Председатель финансового комитета Сената Рон Видон сказал в письме руководителям компаний, что для автопроизводителей очень важно пересмотреть свои отношения со всеми поставщиками в Восточном Туркестане. В память о героических мучениках, отдавших свои жизни в борьбе за независимость Восточного Туркестана, 23 декабря в стамбульском районе Зейтинбурну состоялось мероприятие «Ночь мучеников». В мероприятии, организованном Международной ассоциацией научно-производственного объединения Восточного Туркестана, приняли участие многочисленные граждане Восточного Туркестана, проживающие в Стамбуле и представители НПО. После ослабления политики нулевого ковид в Китае стало очевидно, что число случаев заболевания стало рекордным. В отчете, опубликованном Bloomberg и Financial Times, говорится, что за первые 20 дней декабря 250 миллионов человек в стране заразились ковид. Согласно отчету, это число случаев заболевания составляет примерно 18% населения Китая с официальной численностью почти полтора миллиарда человек, что означает крупнейшую на сегодняшний день вспышку ковид-19 во всем мире. Администрация Пекина сообщила, что протестует против закона о разрешении на национальную оборону в 2023 году, принятого в США после подписания президентом Джо Байденом из-за оскорбительного содержания, связанного с Китаем. В письменном заявлении Министерства иностранных дел говорится, закон преувеличивает повествование о китайской угрозе, как противоречащее фактам, открыто вмешивается во внутренние дела Китая и ставит коммунистическую партию Китая в тупик. В заявлении Министерства обороны говорится, что закон демонстрирует важность, которую Вашингтон придает американо-тайваньским отношениям и безопасности острова. Передача личных данных британских солдат компании, связанной с Китаем, вызвала обеспокоенность у британских законодателей. Представители Министерства обороны Великобритании подписали соглашение о сотрудничестве с Pinnacle Group, совет директоров которой входит китайский бизнесмен Террент Санг. В отчете законодателей содержится предупреждение, что китайские фирмы и китайское государство неразрывно связаны. Прекращение полетов в Китай было предпринято в Германии из-за всплеска COVID-19 в последние недели. В Министерстве транспорта Германии заявили, что между Германией и Китайской Народной Республикой уже почти не было рейсов и подчеркнули, что возобновление рейсов в Германию или в Европейским Союзам не принесет никакой пользы.